Все хорошо, все хорошо, все хорошо. Собственно, добрый день, дорогие друзья. Кто-то там уже начинает писать, куда делся ролик. Are you a while? Там, как говорится. Ну, я его, разумеется, удалил. Вот. По какой причине? В принципе, посыла подобных видеороликов, я уже как-то на стриме это говорил, в том, что, ну, чтобы человек вышел на меня, если ему это интересно. В данном случае произошла, как говорится, история, и у меня жопа сгорела от того, что кто-то за моей спиной как бы специально что-то кому-то там, клиентам особенно, да, наговаривает. Потому что клиент это такой, как бы человек такой, да, он верит во многое, во всякое. Поэтому, конечно же, там, когда кто-то за спиной про кого-то говорит, что вот, вы там плохо чините, а вы хорошо чините, то, как правило, у людей это в голове остается, и первым делом они пользуются этой информацией. И в данном случае то, что, как бы мне высказал, опять же, клиент, вы всю эту переписку все видели, разумеется, я суточка пораньше, у меня прям я такой, думаю, что за хрень такая, типа, кто, шо, где. Ну вот, с другой стороны, в очередной раз проговорив о том, как я, в принципе, работаю, да, что моя основная задача, чтобы клиент остался доволен, что я беру деньги именно за, ну, по сути, частный ремонт, то есть, чтобы действительно все было прозрачно, чтобы карта работала, то есть, моя задача починить так, чтобы действительно она не вернулась. Моя задача не вытянуть бабла, чтобы потом там открещиваться от карты, и говорить, что, ой, знаете, чего-то там, это самое. Ну вот, а чтобы это все дело работало. В результате, спустя, там, час или сколько-два прошло, да, с момента этого ролика, мне позвонил Алексей из этого сервисного центра. Сразу хочу сказать, что прям тоже чувствуется на эмоциях, да, потому что, ну, понятное дело, человек знатно прихренел, что, типа, какого хрена. Вот, в результате мы с ним обсудили, и получилось так, что, ну, по крайней мере, опять же, по его версии, мне кажется, она правдоподобна, произошел сломанный телефон, а именно, что, да, действительно был разговор про выкуп видеокарты, но в несколько ином контексте. А именно, что в одном из своих видеороликов я, в принципе, затрагивал тему, так или иначе, выкупа клиентских сломанных видеокарт или ноутбуков, или еще чего-то. И как раз-таки озвучивал там вскользь некоторые цены. Я, на самом деле, если честно, не помню, когда именно этот ролик был, потому что он мог быть, на самом деле, год назад. Но там как раз проскальзывала мысль про то, что от 5 до 10 тысяч я предлагаю за RTX 2000 серии. Соответственно, зная эту информацию, и человек, как говорится, тоже меня знает, он сообщил клиенту о том, что, ну, типа, мол, карта действительно в неизвестном состоянии, у нее проблемы по питанию, но он, честно, как говорится, человеку сообщил, что, ну, как бы, я не могу, да, эту проблему там устранить. В результате предложил ему выкуп на 5 тысяч рублей дороже, зная просто-напросто мои расценки. То есть здесь именно такая информация. Опять же, как-то здесь опровергнуть я, конечно же, ничего не могу. Я опираюсь только на отзывы обеих сторон, в данном случае, и клиента, и сервисного работника. Мне кажется, что, в принципе, это достаточно правдоподобно. Это не отменяет того, конечно, факта, что все равно ориентироваться на отзывы, тем более на Авито, а тут, кстати говоря, очень много людей начало писать, что я просто выбыл совсем из этой темы, связанной с Авито. Я даже свои негативные отзывы не чищу, поэтому мне вообще пофигу. Как говорится, люди знают, кто я, что я, как я, поэтому там даже если кто-то чем-то недоволен, я всегда аргументирую, почему вы остались недовольны, там, может, тоже почитать. Вот. Оказывается, можно все негативные отзывы это чистить, поэтому это, опять же, не отменяет главного посыла первого ролика в том, что, типа, будьте внимательны. Ну, а про эту ситуацию, ну, моя была задача просто-напросто, чтобы человек со мной связался. Кто-то начал спрашивать, ты сначала бы связался с ним. К сожалению, это не показатель, потому что зачем я буду связываться с кем-то? Я услышал что-то, я высказал свою реакцию. Опять-таки, это мой блог, я высказываю то, что происходит у нас. Соответственно, если бы человек со мной не вышел на связь, это бы только подтверждало мою позицию. Если человек со мной вышел на связь и захотел разобраться, и как бы, чтобы справедливость восторжествовала, выдал свою позицию, ну, к тому же, так скажем, мягко говоря, он ко мне благосклонно относится и сказал, что Виктор, типа, я вообще, как бы, и своих клиентов каких-то, которых у меня там не получилось как-то обслужить, починить видеокарточку, я к вам отправляю и всякое такое. Вот, мы с ним пообщавшись, я услышал, что человек достаточно адекватный, как бы, без наездов, без каких-то там сильно претензий, поэтому, дабы не попортить его репутацию, а то там некоторые уже штурмовые отряды начали высказывать свои идеи, давайте ему обрушим рейтинг на Авито и прочее. Да нет, я вообще никогда в жизни к такому не призывал, поэтому, ребята, не вздумайте, ну его нафиг. И всевозможно даже... Уже это не первый раз, кстати, происходит, с одной стороны, а с другой стороны, наверное, здесь мой косяк, что я человек, так скажем, эмоциональный, поэтому периодически такое может быть без каких-то проблем. Вот, так что, в любом случае, я отчасти тут, наверное, даже не отчасти, а и приношу извинения человеку сервисного центра, что я, так скажем, может быть, рубанул с горяча, но с другой стороны, он позвонил, значит, ему это надо, значит, действительно, он переживает за свою репутацию, это, наоборот, показывает, что, вот, как говорится, человеку можно, так сказать, верить. Ну, или как-то так. Что ты думаешь по этому поводу, Саня? Может, все решилось. Разрешилось лучшим образом, собственно, думаю, все хороши. Кто-то что-то не услышал, кто-то что-то не так понял, кто-то что-то передал, в итоге имеем текущую ситуацию. Так что лучше всегда общаться в каких-то источниках, где сохраняется история переписки, все остальное больше, что мне кажется, это в идеале. Ну, именно поэтому я пытаюсь иногда людей просто заставлять, пишите, пишите, пожалуйста, пишите, чтобы вся хронология сохранялась. Я помню, у меня даже несколько клиентов меня откровенно нахуй послали, когда я отказался с ними говорить по телефону. Я говорю, пишите, пишите, пишите. Я помню, у какого-то человека прям жопа сгорела, он у меня уже отправил карту, а потом говорит, Виктор, я хочу вам позвонить. Я говорю, не надо мне звонить. Нет, я хочу позвонить. Я говорю, зачем? Надо обсудить детали. Я говорю, какие детали, типа. Ну, вот как это все будет происходить и прочее. Я говорю, у меня все в брошюре описано. И он такой отменяет и говорит, все, Виктор, типа, я не готов работать с человеком, которым я не могу поговорить по телефону. Типа, все, до свидания. Я отменил заказ, все, всего доброго. Отпрощусь к другому мастеру. Я такой, ради бога, дружище. Ну, бывает, бывает. Запись разговора в телефонах тоже как бы есть, так что есть такая опция. Ладно, а на этом все. Скорее всего, кстати, меня не было нифига наслышан. А на этом все. До скорых встреч. Пока.